Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Большая перемена». Скоро мы с вами отметим самый волшебный праздник – Новый год. И, конечно, мы не можем представить его без музыки. Сегодня мы пригласили очень уважаемых людей и профессионалов в этой сфере. Дочебал Григоруцца, композитор и органист, а также Андрей Гдон, саксофонист и музыкант. А программу сегодня для вас ведем мы – Владимир Изместев и Мария Фойгель. Здравствуйте, Дочебал. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос, я думаю, его невозможно было не задать в первую очередь. Как сочетается органная и саксофонная музыка? Вообще, вот чья была идея совместить орган и саксофон? Потому что, я думаю, это довольно необычное сочетание. То есть, там, гитара и клавишные, бас-гитара и барабаны. Это понятно. А вот саксофон и орган? Вообще, прекрасно сочетаются, хотя бы потому, что саксофон – это клавишно-духовой инструмент. То есть, там звучат трубы. Соответственно, у меня много труб самых разных, у Андрея – одна труба. Которой не хватает в органе. И вот, благодаря этому, она просто встает на это место и получается идеальное сочетание. Ну, как две половинки. Да, да. Павла. А вот, вообще, как вы для себя приняли решение стать музыкантом? С чего начался ваш путь? Ну, я такого решения не принимал. Это судьба. Вот бывает просто, что тебя ведет по жизни некая сила. Верующие люди называют это проведением Господним. Неверующие называют это случайностью или, может быть, везением или фатумом. В древнем риме так говорили. Вот. И вела, вела и привела. Но вообще, было дело… Я вообще всегда мечтал быть радиоэлектронщиком. Любил паять схемы. Компьютеров в моем детстве еще не было. Но если бы были, я бы там сидел с головой. Но в девятом классе я попал в аварию, очень крепко приложился головой, очнулся и понял, что хочу стать музыкантом. Очень красивая история. У меня точно такая же история. Меня в детстве отдали в музыкальную школу. А музыкальная школа – это такое место, где детей мучают музыкой. И прививают ненависть к музыке. Не всегда, не всегда. И когда каждый день идешь по коридору, слышишь, допустим, Бахан почему-то на баянах, а Моцарта на домрах, и всегда в отвратительном исполнении, на отвратительных инструментах, это называется акустическая пытка. И вот примерно на пятый год акустической пытки я возненавидел музыку и вообще хотел бросить и никогда не прикасаться ни к одному музыкальному инструменту. И уже практически было все на грани. И увидел объявление, что мой учитель Владимир Шишкин набирал как раз класс саксофона и решил дать судьбе последний шанс. Ну и все, а дальше все как в тумане. Дальше кабаки, пьянки и все. И все, от саксофона до ножа там как бы один шаг, поэтому я этот шаг очень быстро преодолел. Увлекся, поскольку у меня еще и нож оказался в руках, то мне понравилась кулинария, то есть я начал готовить хорошо, то есть я стал сытым, довольным и еще и с хорошим инструментом. Ну я думаю, очень многие согласятся вот в вашей оценке в музыкальной школе, я в этом даже не сомневаюсь. А вот и были ли какие-то исполнители, которые на вас в творческом плане очень повлияли, в становлении вашего творчества? Ну я скорее мечтал быть не исполнителем, а композитором. Ну какие-то композиторы, да. Я получал образование именно композиторское, то есть это была моя мечта стать композитором, и первый мой кумир был Людвиг Пан Бетховен. Кстати, о судьбе, та-да-да-дам, так судьба стучится в дверь. Это была моя любимая музыка, и в детстве когда спрашивали, а мальчик, а какая у тебя любимая песенка? А я говорил, Пятая симфония Бетховена, вот, потому что я вообще не мог понять, как можно любить песни, когда есть такая музыка. Ну, странный мальчик. Кстати, эту композицию Бетховен написал специально для концерта «Сакс плюс орган», третья часть. Первая. Третья. Первая. Да что? Да-да-да-да. Итак. Для третьего концерта «Сакс плюс органа» «Рок это судьба». А, для третьего концерта первая часть пятой симфонии. Ух, распутали. Да, нумерология такая странная. Вот мы ее сыграли, да. А, что там про композит, про исполнителей? Вашим, Андрей, композитором. У меня, вот если саксофоновых, то в юности меня называли «Иркутским горбариком», потому что я фанател от Яна Горбарика, потому что, во-первых, это саксофонист, который предал джаз, то есть отказался играть джаз, и придумал то, что стало называться потом норвежским джазом. А я всегда задумался, а что такое русский джаз, да, то есть где он, как он. И вот когда я познакомился с Алексеем Семеновичем Козловым, вот у нас с ним такой маленький спор произошел, то есть существует ли русский джаз, и где он. Вот Козлов предположил, что это он, а я предположил, что это я. А из органистов я в восторге от органистки Венди Карлос, которая играла исключительно на органах фирмы Мук, играла только Баха, но на синтезаторах Мук. Вот, еще мне нравится органист Карпентер, у него и рокес такой классный, вообще такой безбашенный чувак. Ну, много есть классных музыкантов, и от всех надо брать понемножечку. Вот я беру от всех понемножечку, и вот докатился вот до жизни до такой. Также вы, как сказали, Андрей, вы еще и джазовый музыкант? Ни в коем случае, я ненавижу джаз. А, наоборот. Андрей, скорее рокер. Я рокер, абсолютно, да. Может быть панк в какой-то степени. То есть, у вас как раз уже уживаются эти две стихи. А кого из рокеров вы любите? Ну, конечно же, Нирвана, Курт Кобейн, это наше все. Ну, естественно. Просто, просто. Согласна с вами. То есть, когда у меня даже какое-то время меня просили не играть Курта Кобейна, потому что я с аксофоном повторяю голос Курта Кобейна, и слушатель, у него такое раздвоение получается. То есть, он слышит Курта Кобейна, а играю я. То есть, его нету, как бы он умер, а вот он есть. Ну, вот как-то так. А как вы ведете подбор композиций, которые вы исполните в своем концерте? Ну, это самое интересное. Андрей, это называют битва титанов. Да, да. Вот, мы просто очень разные люди. Я вот такой классический, как это сказать? В общем, он правильный. Аполлонист такой. А Андрей Дионисеев, там вот страсть. Вот это вот. Я предлагаю всякую дичь, в общем, то, от чего люди должны посидеть и начаться тремор. Да, да. А Дочевал пытается как-то, чтобы это все было хотя бы прилично. Вот, и получается вот такой вот грань между, вот как монетка, которая стоит на ребре, вот крутится, но никогда не падает. Вот, и в результате есть люди, которым очень нравится то, что мы делаем. Есть люди, которые страстно возмущаются тем, что мы делаем. А вот людей, которые равнодушны, таких нет. Но это люди, которые о нас ничего не знают. Смотрите, еще у нас такой вопрос, мне кажется, он очень интересный. У каждого артиста есть своя аудитория. У вас она, безусловно, большая. Но я хочу предложить вам составить вот некий словесный портрет своего слушателя, своего зрителя. То есть, кто этот человек, сколько ему примерно лет, чем он занимается, чем он увлекается, мужчина это или женщина? Трудно. Во-первых, это очень умный человек. Во-вторых, это очень красивый человек. В-третьих, этот человек уже за два месяца знает, когда наш концерт, потому что... Ну, естественно. Кто-то постоянно скупает все билеты на наш концерт. Ну, это же хорошо. Да, да, но мы не можем никого пригласить даже. У меня друзья спрашивают, как вам попасть на концерт. Ну, как, весной. Весной, может быть, вам повезет. Потому что буквально вот три дня назад объявили продажу билетов на концерт 23 февраля, уже центр зала, уже все его нет. Ничего себе, еще 42 месяца. Да. Ну, это замечательно. Вот на декабрьские концерты билеты разобрали в октябре за 4 часа на коне. Надо же. Все. Ну, органный зал довольно маленький, все-таки 200 мест, поэтому он наполняется мгновенно. Вот. Люди самые разные. Возраста, ну... Мы видим все возраста. Совсем юных, наверное, вот подростков, я не помню, хотя были тоже. То есть подросток с синими волосами может сидеть рядом с бабулечкой. Как-то какие-то годы приходили, прям вот конкретно. От нуля доставили. Ну, от нуля, наверное, нет, но от 12-ти... Потому что музыка же еще и лечит. Да, безусловно. Есть такое. Вообще, учитывая, какой у вас репертуар, я думаю, это совершенно неудивительно, что рядом могут сидеть и бабуля, и подросток синими волосами. Ну, конечно, вот, пожалуйста, мы сыграли Бетховена, а следом Дип Перпл, да? А потом Рамштайн. Рамштайн, например, да? Да. А потом... Не знаю, там... Киша играете? Нет. Нет, Киша не играем, кино играем. Кино, Арию, Маутилус, что-то еще. Как вы будете проводить вот ближайшую новогоднюю ночь? Это же такой миг волшебства? Будете ли вы работать? Или все-таки будете с семьей дома? Я надеюсь, что я не буду в этот раз работать в самый Новый год. Мне один раз понравилось, когда я ехал с работы, с Листвянки я ехал, как раз была новогодняя ночь, и я въезжал в Иркутск, как раз вот ровно в полночь я пересекал границу Иркутска. И мне так понравилось ехать на машине в Новый год, когда вот это вот все начинает пых-пых-пых. За рулем? Да. Я проехался сначала по Платине, потом проехался по Старому мосту, потом доехал до Иннокентьевского моста. Короче, я ездил по мостам, и разные дворы, в общем, в тех дворах, где живут люди там победнее, там просто пых-пых-пых, где люди побогаче, там пыдыщ, 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 там такие фейерверки. Я увидел столько разных фейерверков со всего города. Мне это так понравилось, что в этом году я, наверное, так же повторю. То есть вы сядете в машину, я буду кататься по городу, патрулировать Иркутск. Да, и наблюдать назад. Просто замечательно, встретить на машине, в самолете, в поезде, очень здорово. Наступает Новый год, и вот вы в движении. Еду прихватить какую-нибудь? Да, шампанское. Да, шампанское за рулем как? Ну, если в самолете. Нормально, еще можно встать день на мосту, и там все машины встают, можно поорать, поздравить всех с Новым годом, в общем, пожелать им что-нибудь. И это здорово. Ну, это очень здорово. Да, а вот мне... А вы до чего? У меня по-другому все категорически. Дело в том, что конец декабря, начало января, но все нормальные люди отдыхают, музыканты работают. Это для меня страдает, это для меня обрал, трудовой подвиг. Вот, поэтому вот сейчас идут репетиции новогодней сказки. 28-го будет концерт аниме на органе. Декабря, да? Декабря. Декабря, да. 30-го мы даем праздничный концерт. Вот, а потом маленький момент тишины, когда я в кругу семьи. Тихо, тепло, могу встретить Новый год. А со 2-го января начинаются сказки. И я в роли Мишки буду поздравлять ребятишек с Новым годом. Вот. Ну, в общем, повторяется тот анекдот, где актера иркутского тюза пригласил Стивен Спилберг на главную роль. Да, и что все, гонорар обалденный, все проживание, дорога, питание, все замечательно. Вот, тут все классно, график работ там. Тут берет график работ, нет, говорит, я, наверное, откажусь. У меня елки. Продолжая разговор о вашем репертуаре, мне очень интересно, ну, непосредственно оставаясь в контексте Нового года, играете ли вы какие-то композиции из кино, из фильмов? Конечно. Из кино мы играем группу крови. На первом концерте. Так, ну, давай вспоминать, миссия невыполнима. Ну, погоди. Санта-Барбара. Санта-Барбара. Так, что там еще? А, Формула любви. Формула любви, да. Сейчас не приходит, еще что-то было. Надо все пять программ вот так вот посмотреть. Пиратов Карибского моря играете? Вот Пиратов Карибского моря я играю в своей программе Мир и Фэнтези, Вселенная Фэнтези. А давай в шестой программе Пиратов сыграем? Можем, потому что музыка очень такая мощная. Да, да. И Пиратов Карибского моря я играю, и Игру Престолов. Я как раз пересмотрю. И Гарри Поттера, и Властелин колец, то есть там вся подборка. Но это Орган Соло, это уже другой проект. Очень интересное звучание, наверняка оригинальное. Наверняка. Ну, мы спойлердем про премьеру весеннюю. Ну, все, раз начал, так все. Ну, покади на Орган из саксофон. Весной мы планируем гигантский, просто гигантскую премьеру, гигантский проект широкомасштабный, который будет называться «Роял Сакс». Ну, как вы понимаете, это дуэт «Роял», «Рояля». Игра слов. «Роял» – это и королевский, и «Рояль» – это инструмент. Дело в том, что мы разбавляем органные, сакс-орган, произведениями «Сакс-Рояль». Там совершенно другая специфика, и кое-что на «Рояле» звучит гораздо лучше. И в данном случае просто по многочисленным заявкам слушателей. Есть слушатели, которые говорят, слушайте, а у вас так даже интереснее местами. Мы решили сделать целиком программу «Роял Сакс», и вот весной… И в этой программе одна-две вещи будут на Органе. А вот как выйдет? Да. Вот как пойдет. Ну, или на Варгане. Как пойдет. Вот, так что планов громадеем. Так что весной ждем вас на премьеру. Придем. Придем обязательно, раз приглашайте, придем. Шуметь начнем заранее. Где билеты покупать? Ну, билеты кассы филармонии, да, ну и онлайн на сайте, можно не выходя из дома или из телефона просто зайти. А я думаю, мы, может, даже не в филармонии этот концерт сделаем, может, даже в большом каком-нибудь зале. Ну, в данном случае просто проще, потому что «Рояль», по крайней мере, электронный, вынести гораздо проще, чем «Орган». Ну, да. Орган и саксофон являются вашими ведущими инструментами, самыми главными. А на чем-нибудь еще играете? Вот какие еще инструменты любите? Мне нравится играть на терминвоксе, потому что, когда я играю на терминвоксе, у меня такая появляется надежда, что мои соседи скоро съедут. Вот, еще... Ну, это мечта многих. Ну, чтобы съехали соседи, да? Да, да. Надеюсь, вы это не смотрите. Сосед за стенкой стонет, он увидел страшный сон. Да, да, да. Вот, ну, я служил в армии в свое время, это еще вот, 86-88 год, очень давно, два года. Вот, и полтора из них я провел в военном оркестре. Вот, на момент поступления в оркестр я не играл ни на чем, кроме клавиш. Вот, ну, а там в силу обстоятельств освоил все практически медные духовые. Ну, единственное, что сейчас давно не играл, а там нужны все время упражнения губ, иначе просто, ну, теряешь форму. Немножко у нас уже подходит к концу эфира, я хочу задать немножко такой веселенький вопрос от кошки Сони. Как вы думаете, вот уже доказано, что музыка обладает лечебным свойством на людей. Как вы думаете, музыка может ли похожим свойством как-то воздействовать на животных? Так, безусловно. Животные, они что, не люди, что ли? Ну, в самом деле, люди только лучше. Ну, вообще, по такой вот статистике, органисты живут дольше, в среднем дольше, чем другие люди. Вот про саксофонистов я не знаю. Да, все понятно. Вот, но вот петербургские ученые собирали статистику по годам и по жанрам. На первом месте арфисты, на втором – дирижеры, на третьем – органисты, а рок-музыканты на последнем. Срочно покупаю арфу и дирижерскую палочку. Давай, давай, все понятно. Я думаю, рок-музыканты прямо сейчас приуныли так после этого заявления. Ну, наверное, они ошиблись. Да, ну, вечно питерцы что-то там. Ну, вот слишком культурные. Ну, все же зависит от стиля жизни. На самом деле, да, потому что, ну, наверное, рок-музыканты менее здоровый образ жизни. Короче, дорогие рок-музыканты, бегом в магазин музыкальных инструментов, разбираем дирижерские палочки, пока они еще есть. Дарим друг другу на Новый год дирижерскую палочку. И арфы. Будете жить долго еще. Подарками, не ошибетесь в таком случае. Мы уже вас пытали, где вы будете проводить Новый год. А если все-таки останетесь дома, будете ли вы играть для своих родных и близких что-нибудь? Какое-нибудь представление у вас будет? Скорее всего, нет. Потому что отдых – это смена деятельности. И когда ты играешь все время на работе, дома очень радует тишина. Самая лучшая музыка – это тишина, да. А потом лучше не просить, чтобы, например, я какое-то представление показал. Потому что, когда я жил на студии, ну, я не знаю, можно ли это в эфире рассказывать. В общем, я был мразодедом, спрашивал у всех, ну, заставлял вставать на стульчике, спрашивал всех, что они плохого сделали в выходящем году. Потом отбирал у всех подарки и, в общем, вел себя крайне… Анти-детворозный. Ну, мразодед, да. Но нельзя встречаться с настоящим, потому что они гелянцы. Да, да. Да, поэтому, как бы, лучше не быть свидетелем того, как… Ну, Андрей вообще большой шалун. Как я его терплю? Ну, просто настоящее противоположное. Мы как инь и янь. То есть, он белый, я черный. Вот он, он хороший, образованный, а я хулиган. Да, да. Да, и рокер еще к тому же. Ну, а на этом, наши уважаемые радиослушатели, к сожалению, эфир подошел к концу. Ведите себя отвратительно, никого не слушайте. Так, мы все от всей души поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Напоминаем, что сегодня в гостях у нас были органист Дачабал Григоруцци и саксофонист Андрей Гедуон. Мы поздравляем вас с наступающим праздником. И сегодня программу для вас вели мы Владимир Изместев и Мария Фуигель. До свидания. До свидания. Хорошо вам справить всем Новый Год, наши уважаемые радиослушатели. И остаться в живых. Встретимся уже в следующем сезоне в январе. Будьте здоровы, счастливы и пусть благополучие всегда посещает ваш дом. Субтитры подогнал «Симон»